Добрый день, друзья! С вами Етрина. Это видео – продолжение темы «Как я открывала кабинет альтернативной медицины в Греции». В предыдущем видео я рассказывала о том, какие коды лучше выбрать, чтобы зарегистрировать вот такой бизнес. Но мало бизнес зарегистрировать. Бизнес надо еще упаковать красиво и правильно преподнести своим клиентам. Как вы помните, это у меня был второй бизнес в Греции. Первый – это магазин. И мой бухгалтер Кириус Михалес зарегистрировал меня, но кабинета у меня еще не было. Так вот, поиск кабинета вызвал у меня очень и очень большие сложности. С самого начала, планируя кабинет альтернативной медицины, я предполагала, что впоследствии это будет мой врачебный кабинет. Для открытия кабинета альтернативной медицины никаких санитарных требований нет. Но, учитывая, что это будет впоследствии кабинет врача, конечно, я ориентировалась на требования к врачебному кабинету. Итак, я искала помещение в центре Афин, рядом с моим магазином. Магазин мой находился на улице Панаписимео. Это самый центр, самое сердце Афин, и помещение здесь не очень дешевое. Почему поиск помещений превратился для меня в такую трагедию? Я вам скажу, это было настолько сложно найти помещение, что в какой-то момент я даже думала вообще отказаться от этой затеи. Помещение должно было быть, с моей точки зрения, ну, во-первых, с санузлом, во-вторых, из двух комнат, одна из которых должна была быть комнатой ожидания, а вторая непосредственно кабинетом. Ну, как мне казалось, что лучше, если это помещение будет в здании с охраной. Оно должно было быть теплое. Офисные здания в массе своей не имеют отопления. И, наконец, вид из окна. Я придавала этому такое большое значение. Мне хотелось, чтобы непременно кабинет смотрел на Акрополь. Или, ну, по крайней мере, на какой-то сквер или парк. Только я столкнулась с поиском, я поняла, что с видом на Акрополь мне не суждено найти. Все там было очень-очень дорого. Что касается парков и скверов, их просто нет в Афинах. В центре Афин такое место найти – это вообще большая-большая удача. Вообще говоря, аренда в Греции гораздо ниже, чем мы привыкли в России. Но дешевые помещения смотрят в такие ужасные дворы-колодцы, вид из окна в который на корню убивает идею любого бизнеса. Итак, после долгих-долгих мук, все-таки помещение я сняла. Аренда помещения стоила 250 евро. Плюс я платила около 100 евро за охрану, термансы зимой, наличие лифта в здании и так далее. Для бизнеса, который только начинается, конечно, дороговато. Ну и вообще все не предусмотришь. Как бы я не хотела иметь хороший вид из окна, моими соседями стала греческая коммунистическая партия. И вот каждое утро в принудительном порядке я слышала «Интернационал», «Марсельезу» и «Вставай, страна огромная». Представляете, как я была рада. Ну и кроме того, помещение требовало ремонта. И пока ремонт шел, это помещение было бы для меня убыточным. Но, учитывая, что это у меня был далеко не первый бизнес, который я раскручивала, мне как-то сразу пришла в голову идея, как можно использовать помещение, пока оно еще вот в стадии ремонта. Купила я 20 раскладных стульев и замутила в этом помещении курсы личностного роста, курсы «Как открыть свой бизнес в Греции», на которых я рассказывала примерно то же самое, что я вам рассказываю сейчас. И, знаете, это оказалось так выгодно, в конечном итоге это было еще одной моей дополнительной деятельностью. На каждый семинар собиралось как минимум 10 человек, платили они как минимум по 50 евро. Так что бизнес удался. Стоимость помещения я отбила уже в самом начале. Дальше стоял вопрос о раскрутке кабинета. Понятно, что в самом начале кабинет не приносил много денег, но поскольку это был у меня не первый бизнес, а второй, основную прибыль я получала с магазина, и вот эту прибыль я уже вкладывала в развитие своего кабинета. Итак, как же раскручивать кабинет? Ну, собственно, это подходит для любого бизнеса, не только для кабинета. Я выпустила яркие листовки и выставила такой вот металлический стенд прямо на улице, рядом со своим магазином. Люди проходили, спотыкались об этот стенд, брали листовку, читали ее. И так у меня появились первые клиенты. Второе, что я сделала и что было очень успешным, это публикация в профильных журналах. В журналах «Игея Олус», «Здоровье для всех», «Здоровье эзотерика» и других тому подобных опубликовала я статьи о своей деятельности. Вот мое происхождение из России везде и всюду мне давало фору. То есть я об этом везде и всюду писала, что врач из России оказывает такие-то услуги, которых в Греции нет. И это получало очень хороший отклик. Вот с журналов ко мне приходили абсолютно целевые клиенты. Третье, что я сделала, я стала выходить на выставки альтернативной медицины. Выставок таких очень много и в Греции, и в России, и в любой другой стране. Выставки эти проходят на ура. В них всегда собирается очень много народу. Ну, поскольку я там абсолютно никому конкуренцию не составляла, то есть я там была вот таким вот экзотическим фруктом, меня очень быстро узнали и стали на эти выставки приглашать. Естественно, участие в выставках платное. Я платила за участие в выставку, за стол, за стенд. Я платила около 400 евро. Но как только я почувствовала, что мне это выгодно, я стала выходить на все выставки. А выставок за год могло быть 8-10 выставок в году. Там же на выставках проводились конференции. Вот участие в конференции у меня, естественно, вызывало сложность. Нужно было говорить на греческом языке. Вещала я с трудом, но тем не менее пятиминутные сообщения я делала. Таким образом, я очень быстро вошла в этот мир альтернативной медицины Греции. И мое врачебное образование было как бы очень большим моим плюсом. То есть меня в этом мире узнали, признали со всеми вытекающими последствиями. Бизнес пошел. Наконец, для привлечения русских клиентов я публиковалась в русской газете. У меня установилось очень хорошее сотрудничество с газетой «Афина и ЛАЗ». И в течение одного года я там вела медицинскую страничку, в которой отвечала на вопросы читателей. И, соответственно, там была реклама моего кабинета. Ну, не все так радостно. Вот мое участие в выставках привлекло ко мне внимание не только моих клиентов, но и налоговой инспекции, полицейских, тележурналистов. Короче говоря, это был особый опыт. Но в результате всей своей бурной деятельности я попала в энциклопедию «Who is who in Greece» в 2010 году, в которой мне была уделена страничка мне и моей народной медицинской деятельности. Итак, сколько же денег надо для того, чтобы открыть кабинет альтернативной медицины? Ну, скажу я вам честно. Само по себе открытие кабинета вложений не требует. Вложения потребуются для раскрутки магазина. Все мои вложения, начиная от регистрации в налоговой инспекции, услуг Кириуса Михайлеса, оплаты аренды помещения, мелкого ремонта, покупки мебели, составили не более 3000 евро. Еще столько же требовалось на раскрутку кабинета. Хорошо, когда эти деньги есть. Когда этих денег нет, где их можно взять? Ну, понятно, что один из способов – это кредит в банке. Я никогда не пользовалась кредитами банка. И вообще считаю, что это самое неправильное. То есть это такая кабала, такая абуза. Деньги, естественно, можно также подсобрать. То есть не такая это большая сумма для человека, который живет за рубежом. И, кроме того, существует совершенно уникальная возможность, о которой я буду подробно рассказывать в другом видео. Но коротко я скажу. Существуют фонды, которые датируют малые предприятия. Самая первая организация, которая датирует открытие бизнеса – это биржа по трудоустройству. На таких биржах всегда есть отдел, который занимается индивидуальными предпринимателями. И там можно получить очень большую суду безвозмездно на очень мягких условиях. На открытие первого бизнеса, то есть магазина, я брала вот такую суду. На открытие второго бизнеса, такую суду с биржи труда я получить уже не могла. Но я нашла другие источники финансирования, другие программы, по которой в общей сложности я получила суммы, которые полностью покрывали раскрутку моего кабинета. Итак, дорогие друзья, если вам интересно, оставайтесь со мной, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И спасибо за внимание! Субтитры сделал DimaTorzok